Конор МакГрегор уже в следующее воскресенье постарается закрыть жесткое поражение Дэйси Непарье, которое тот нанес ему в январе этого года. Конор проиграл нокаутом и теперь постарается отыграться. Получится ли у него это? Друзья, с вами Страйкер, и сегодня еще видео будет посвящено геймплану Конора МакГрегора, за счет которого он в теории может победить Дэйси Непарье. Не забывайте про лайк и комментарий с трех слов, если наберем 7000 лайков, то выйдет также геймплан Дайстина. Окей, начинаем. Конор МакГрегор последние годы ведет себя максимально странно, то он завершает карьеру, то снова возобновляет. После быстрой победы над Дональдом Сирона в январе 2020, казалось, что вот, старый маг вернулся, и теперь его никто не остановит. Но не тут-то было. Появился вирус, и Конору пришлось выйти из игры, так как без зрителей, бои ирландца это не то. МакГрегор даже в июне объявил о завершении карьеры, но все-таки ближе к осени начал поговорить о возвращении. Но сначала речь была о боксе, и только потом появились всякие предложения от Конора провести Дастину с ним выставочный спарринг. Но в итоге UFC смогли организовать этот бой, января 2021. Казалось, что Парье пускает новый бой, так как складывалось впечатление, что Конор уберет Дайсина, причем сделает это легко. МакГрегор предсказывал нокаут за 60 секунд, но его самого нокаутировали, правда уже во втором раунде. Парье шокирующе добыл победу нокаутом, и сразу же согласился на третий бой. В этот момент у меня появился вопрос, и я все еще не получил на него ответ. Либо Дайсин, поняв, сколько он может заработать на поединке с Конором, согласился на трилогию, даже понимая, что может проиграть. Либо же Парье максимально уверен, и прочитал, как победить Конора, поэтому даже не сомневается в своей победе, и считает это уже не большим денежным боем, а просто легкими деньгами. Кто знает, кто знает, но факт остается фактом. 11 июля мы увидим трилогию, и узнаем, кто из этих парней круче. Что же сделал Конор не так? Почему, несмотря на максимальную уверенность, после жесткой победы над ковбоем, и, казалось бы, лучшую форму в жизни, Макгрегор все равно потерпел сокрушительное фиаско. Что было не так, и что ему необходимо исправить? В прошлом ролике мы уже рассматривали, что Конор, во-первых, неправильно подошел к самому поединку по правилам ММА. Он отошел от своей привычной каратестойки, где он миксовал кики с панчами, и начал работать чисто руками. Во-вторых, слишком странные спарринг-партнеры. В-третьих, самое главное и важное, что я не отметил в прошлом видео, это не постоянство Конора. О чем я говорю? Макгрегор должен находиться в форме и тренироваться круглый год. А у Конора же в 2020-м получилось так, что он 3-4 месяца почти не тренировался. Разжирел, дофиг знает сколько килограмм. Курил и бухал на яхте. А потом резко подумал, хм, а не выйду ли я против второго номера рейтинга после такого отдыха? Верю, что это будет легкая работа. Недостаточно тяжело работать один день, два, неделю, месяц. Нужно пахать постоянно, и Конор сам знает это идеально. Каким же образом Макгрегор может победить на этот раз? Очевидно, что единственным, наверное, способом, за счет которого Конор может одержать верх, это победа нокаутом. Вряд ли Мак победит решением. Позже объясню почему. Так как же Конору победить этим самым нокаутом? Давайте разберемся. Для начала разберем, какие проблемы возникали у Дастина по ходу карьеры, и что ему мешало во втором бою. Во-первых, Парье слишком много пропускает, это факт. Он пропускает больше всех бойцов легкого веса. Во-вторых, часто зажимаются клетки. В-третьих, когда что-то идет не по плану, начинает рубку на ближней дистанции. В-четвертых, не так хорош в клинче. В реванше у Дастина также возникали проблемы с правым ударом Макгрегора. После комбинации от Конора его аж подшатнуло от правого панча. Поэтому это нужно брать на заметку. Также на руках Парье уступал Макку до того, как авкики начали сказываться. И теперь, чем же опасен Дастин? Во-первых, это лоу кики, как мы поняли. Во-вторых, это его живучесть. У него большое сердце, и мы это тоже поняли. В-третьих, его бокс тоже очень хорош. Нельзя лететь на него вперед, ожидая, что тот может только лоу киками бить. В-четвертых, когда дело дойдет до четвертого, пятого раунда, Парье может просто сдавить Конора темпом. В разменах, когда Макк будет уже уставший, Дастин просто скосит его. Окей. Что, исходя из всего этого, должен делать Макгрегор? Во-первых, как мы видели, Дастин прошел две ноги в первом поединке, и вероятно, что он будет бороться и в третьем бою. Почему? Парье не дурак и понимает, что боксировать со свежим Макгрегором – чистой воды самоубийство. Но проведя ему тэкдаун, закислив его мышцы, Дастин сразу же замедлил руки Конора. На самом деле, сам Ирландец тоже тупанул. Когда он доминировал в клинче, нужно было его сразу разрывать. Комментаторы это отмечали во время поединка. Комментаторы, Конору необходимо быть готовым к тому, что Парье попытается его повалить, и даже если Дастин сможет заклинчевать, сразу бить в солнечное сплетение коленом, или же ударять с локтя. В бою с Хабибом он так и делал, да и во втором поединке с Парье тоже. Если Конор останется на ногах, он сможет навязывать свой темп и бокс. Далее, Макгрегору необходимо быть готовым к ковкикам и делать поставки. Вместе с этим меняя стойки. Как мы видели по его тренировкам, он уже практикует на мешке удары с разных стоек. Также Конор может просто заготовить контратаку на Лоу Дайсина. Как тот же Парье контратаковал Лоу Гэджи в четвертом раунде, Мак может использовать его же оружие против него и кинуть контратаку. Только Джастин правша, а Парье левша, поэтому провернуть это будет сложнее. Следующий момент. Конору не нужно оттягивать поединок до поздних раундов. Если видит, что есть возможность добивать, это необходимо делать. В последних отрезках Парье будет явно лучше, даже если не по выносливости, то по характеру уж точно. Конор будто специально задает на последних минутах, как будто уже не хочет находиться в клетке и иметь желание быстрее уйти оттуда. Поэтому нужно все заканчивать в пределах трех раундов. Даже если Конор заберет все три отрезка, есть вероятность, что Парье может просто задавить и финишировать в четвертом или пятом раунде. Также Конору самому необходимо подключать кики. Вроде как это первый бой Мака в UFC, где он вообще почти не использовал удары ногами. Не пуш кики, не лоу кики, не хай кики. Просто стоял на месте и бил руками. Если он прибавит кики, то сможет легко скрывать свою левую руку. Правда, в бою Сироны он сделал все наоборот. За счет своей левой руки скрыл левый хай кик. Но можно сделать подобным же образом в этом бою. Почему нет? И самое главное, за счет этого Мак никогда не проиграет Парье. Пусть отрастит волосы. Если все суммировать, бой Конора должен выглядеть примерно так. Поединок начнется и сразу же нужно пойти на Дастина. Желательно с киками и можно самому бить лоу. Быть готовым к проходу от Парье. И желательно оставаться на дистанции. Если же дошло до клинча, сразу же разрывать его коленом или локтем. Дастинг как обычно будет зажиматься клетки. Поэтому нужно прятать киками удар левой рукой. Продолжая давить на Парье. Старый Макгрегор обрубил бы ему пути отступления. И нокаутировал бы с левой руки. И пошел бы вызывать всех на свете. Но новый Макгрегор вряд ли готов к такому. И нужно понять одну вещь. Может ли Конор нокаутировать людей, как это делал раньше. Или смертоносный левой, больше нет. Если же Парье не упадет после первого, второго, третьего акцентированного удара. Очевидно, что нужно перестраиваться и пытаться забирать бой по очкам. Вот почему мало кто дает сейчас Конору шансов. Никто не верит, что он может победить с решением. И из-за этого я сам ответил в начале. Что Маку нужно заканчивать бой. В пределе трех раундов. Но кто знает Конора. Если бы мне после поражения Диазу в первом бою. Кто-то сказал, что Мак победит следующий поединок решением. Я бы вряд ли в это поверил. Но он это сделал. Главное вернуться к тому, что сделал его чемпионом. И уйти от ненужных вещей. И еще один момент, который меня напрягает. Мак отказался от медиа. И это очень плохо. Важным фактором победы Конора на Дайсина в первом бою. Был трэш-ток. Он буквально сломал Парье до боя. Посмотрите, как он себя неадекватно вел на взвешивании. Во время второго поединка была ошибка вести себя хорошо с Дастином. Многие шутили надо мной, когда я сказал, что Парье не хотел находиться на пресс-конференции. Но так и есть. Конору нужно было буквально чуть-чуть надавить. И Парье бы сломался. Если у них будет пресс-конференция и стердауны. Конору необходимо агриться на Дастина. Настолько, насколько это возможно. Это тоже сыграет важную роль. Но учитывая то, каким он был добрым и ласковым во время второго боя. Непонятно, сработает ли это теперь. Во всяком случае, это будет лучше, чем просто хороший парень Макгрегор. В общем, как-то так. У меня все больше мыслей, что Конор если победит, то выиграет решением. Но хз. Объективно. Ему нужно побеждать нокаутом. А что вы думаете об этом поединке, друзья? Давайте обсудим все в комментариях. Друзья, есть просьба. Загляните, пожалуйста, в мой инстаграм и подпишитесь. Там реально достаточно интересно. В историях актуальные новости мира ММА. Мои реакции и мемчики. Мы там проводим прямые эфиры. И я по возможности стараюсь отвечать на сообщения в директ. Если вы, конечно, не безмозглый хейтер. Таких я отправляю сразу в ЧС. Извиняйте. В общем, ссылка в описании. Жду вашу подписку. Ну что же, дорогие друзья, а на этом наше видео заканчивается. Если ролик вам понравился, то, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на канал и поделитесь видео с друзьями. До скорых встреч. Увидимся в следующих роликах.